Пресс-конференция губернатора побила рекорд не только по количеству журналистов, но и по продолжительности более двух часов. За это время Борис Дубровский ответил на 21 вопрос, сдержанно и открыто. Подвел итоги четырех лет работы, прокомментировал решение идти на второй срок. Сделал заявление о бизнесе своей семьи и рассказал, успеет ли Челябинск подготовиться к саммитам Шоссе-Брикс. Заявление Бориса Дубровского прямо сейчас. Заявление Борис Дубровского прямо сейчас. Это его проект, коммерческий проект. Он его, собственно, строит для своих целей. Дальше он будет его, после проведения саммита Шоссе-Брикс, он будет его использовать именно как торговый центр. Три поселка, которые будут принимать руководителей делегаций. 8-1, 8-2, 6-7-3. Два из них – чистый инвестор, чистые инвесторы разные. Один – наша компания дочерняя, которая занимается строительством. Только местные компании и работают. А какие у нас не местные? Аэропорт. Они по конкурсу выбрали турецкую компанию, с которой они взаимодействуют по всей стране, строят. В них есть понимание. Аэродром выбран федеральным заказчиком. Все остальные стройки у нас ведут местные компании. И, кстати говоря, все эти федеральные подрядчики и турецкие подрядчики, они все материалы покупают у нас здесь. И бетоны, и инертные материалы. И, собственно, кстати говоря, та же самая турецкая компания зарегистрировала здесь свое присутствие. НДФЛ, зарплату платят здесь. НДФЛ мы получаем в свою казну и видим эти деньги. Я, к сожалению, разочаровался в человеческих качествах. Потому что, в принципе, я был уверен, что люди, которые занимались в этом периоде этой работой, ну, собственно, поскольку мы рассчитали все выпадающие их доходы, мы их компенсировали. Я считал, что работа будет продолжена, ну, потому что, ну, они уважают тех людей, которые, собственно, услугу которым они весь этот период оказывали. К сожалению, это не так. Остановлена работа Челябинской областной свалки, решение которой было принято еще 30 лет назад. И все эти 30 лет об этом много говорили, что вот-вот ее надо остановить, вот-вот надо ее остановить, ну, вот давайте это сделаем завтра. И вот нам неполных два месяца назад удалось это сделать. В работе по получению качества атмосферного воздуха в Челябинске мы занимаемся совместным проектом с Новотеком по переводу общественного и коммунального транспорта на газомоторное топливо. Сейчас идут расчеты, также понимаем, что, в принципе, это положительно скажется на качестве атмосферного воздуха. Этот проект такой масштабный, он и внешне должен улучшить эстетическое состояние того транспорта, который мы сейчас видим на наших дорогах в Челябинске. Мы будем увеличивать дорожный фонд, увеличивать его именно для выполнения тех задач, которые необходимо решить в Челябинске и в Челябинской агломерации. А все работы в территориях, во всех остальных, будут вести в плановом порядке. У нас есть графики, у нас есть проекты, у нас есть, собственно, ресурсы на это выделены. Мы надеемся, что точно их не станет меньше в территориях. Мы собираемся, по будущему году заявляем в Дорожном фонде 15 миллиардов. Я не родился губернатором. Вот я им не родился. Я жил в этой стране. Долгие годы. Был, вот проходил все эти стадии развития личности. И вот все стадии, как бы, того экономического, кстати, формата, которые в этой стране были. В свое время, когда мы перешли вот к этому формату, когда вот у нас появилась частная собственность, по-другому стало что-то меняться, нас все позвали, нас позвали. Вот я делал то, к чему сейчас призываю всех, да. Я начал заниматься активной экономической деятельностью. Я не считал, что, я не знал, что я буду губернатором.